Тема постковидный синдром Потенциальные возможности коррекции тревожно-остемических и когнитивных нарушений Докладывать будет Ольга Анатольевна Дорофеева Руководитель группы клинической психофармакологии НИИ Фармакологии Мнезакусова И врач-психиатр Московского Амблатурного Центра Психиатрии Мы на прошлом заседании тоже разбирали вопросы Связанные с психиатрическими проблемами ковида и постковидного синдрома Поэтому это будет продолжение темы Пожалуйста, я вам передаю слово Здравствуйте, дорогие коллеги Спасибо, Павел Андреевич, за представление Я врач-психиатр Старший научный сотрудник в институте фармакологии И тема ковида, безусловно, коснулась психиатрию в полной мере Поэтому я хочу рассказать вам про вот эти проблемы В моем докладе мы разберем, какие бывают проблемы эмоциональные, когнитивные Как они возникают и что с этим можно делать Когда возникла пандемия COVID-19 Мы все сосредоточились на проблемах лечения, профилактики И решения первоочередных вопросов Но через какое-то время стало понятно Что если человек выздоровел Вроде бы как вирус у него в организме не находится Организм справился, иммунная система все решила Однако остаются какие-то непонятные симптомы Которые пациент продолжает испытывать И на протяжении многих месяцев и даже более года И вот такие проблемы назвали длинным COVID-19 И проблемы, которые продолжаются больше года Назвали пост-COVID-19 Договорились, что лом COVID-19 Это проблема где-то более Начинающаяся от 4-8 недель Длящаяся до 12 недель На что же жалуются наши пациенты Которые приходят Наиболее частые симптомы Вот показаны на этом слайде Это, конечно, слабость мышечная Астения, утомляемость Головные боли Боли в суставах Трудности со сном Нарушение менструального цикла Тревога, депрессия Это такие общие симптомы На моем вот на следующем графике Он такой более интересный Более наукообразный Показано, что пост-COVID-19 Синдромом страдает где-то По разным источникам От 10 до 20% переболевших Мне кажется, даже вот и больше По наблюдениям И показано, что поражаются Все органы и системы Но со стороны нервной системы Со стороны ЦНС Это прежде всего Когнитивные нарушения Головные боли Тревога, депрессия И вот на этой интересной Пузырьковой диаграмме Здесь более темным цветом Показано то, что наиболее сильно Выражена эта слабость Нарушение концентрации внимания То есть очень много симптомов Которые относятся именно К эмоциональной и когнитивной сфере Почему именно когнитивная сфера Так важна Потому что Что такое когнитивные функции В организме Это те особенности Те возможности Которые нужны организму Для общения с окружающим миром Это внимание Память кратковременная Долговременная Это всякие операционные возможности Ну даже водить автомобиль Это тоже когнитивные функции И показано, что У большинства пациентов Которые там Перенесли в той или иной степени Тяжести ковид Они возникают Они не всегда коррелируют с тяжестью Но как правило Чем тяжелее ковид Тем вот показано на этом графике Тяжелее Проявление когнитивных нарушений Очень много пациентов Приходят и рассказывают Про такой симптом Который они называют Называют туман в голове То есть это отсутствие Четкости, ясности Постоянное Такое вот Похожее То, что в психиатрии Называется на Деперсонализацию Дереализацию Но это не относится К этому рангу Это такой именно Когнитивный симптом И вот Канадское исследование Которое Проведено в совершенно Другой области В области Продаж препаратов Ну как бы косвенно Ну даже не может быть И не косвенно Напрямую Подтверждает То, что Эмоциональные проблемы Вот актуальны При ковиде Так как во время Эпидемии ковида Резко выросли Продажи антидепрессантов Анксиолитиков Антипсихотиков И даже вот Казалось бы Бензодиазепины В последнее время Сдают позицию И то они дали Небольшой такой Скачок в конце То есть Как бы Актуальность темы Вообще Как бы Понятно Теперь мы Поговорим Коротко Как Какой механизм Повреждения Клеток Головного мозга Вообще Головного мозга Уже Известно И Всем Что основной Путь проникновения Это АПФ Рецептор Ну еще один Рецептор Который помогает Вирусу Подойти к АПФ Это Нейропелин Не буду Подробно На этом Останавливаться Это очень Все уже Давно знают Как это Происходит Основной Процесс Разворачивается В сосудах То есть Происходит Поражение Эндотелия Сосудов Нарушение Проницаемости Стенки сосудов Коглопатия Микотромбоза Нарушение Микроциркуляции И так Развивается Ишемия Головного мозга Это один из Повреждающих Механизмов При Воздействии Вируса На ЦНС Но так как Сосуды у нас Естественно Во всех органах Тут мы как бы Видим Что возникают Полиорганные Поражения Характерные Для COVID-19 Буквально Все органы И мозг Конечно Там В первую очередь Здесь я поподробнее Хотела бы остановиться На патогенезе На влиянии COVID-19 На мозг Помимо непосредственного Воздействия Вируса На головной мозг На клетки Головного мозга Происходит Активация Иммунной системы Продукция Цитокинов Так называемый Цитокиновый Шторм Это как бы В усиленной Естественно В усиленном варианте Гипергогуляция Тромбоза Я уже тоже Это перечислила Кроме этого Происходит Активация Глии Глии Это такая Среда Для нервных клеток Которая Все знают Необходима Для поддержания Нормального Функционирования Головного мозга Не только нейроны Но и глии Имеет важное значение Идут Ликвардинамические Нарушения Ну и безусловно Психосоциальный Стресс Сам факт Карантинов Вот эта вот Эмоциональная Накрутка Страх Заразиться Влияют На возникновение Таких Состояний Как депрессия Усиливаются Имеющиеся Психические Заболевания И возникают Новые Здесь Вот я обобщила Патогенез И мы видим К имеющимся Уже Процессом Я добавила Осложнение Терапии Осложнение Терапии Как мы все знаем Что огромное Количество Лекарств Используется Для лечения Ковида Нужны Они Не нужны Приходит Врач И вываливает Огромное Там Несколько Коробок Принимайте Вот Там антибиотики И некоторым Выписывают Гормоны Ну в общем-то Это все нужные вещи Но тем не менее Допустим Мы знаем Что кортикостероиды Вызывают Депрессивные расстройства Антибиотики Подавляют Синтез белка В общем-то Тоже не полезно Для ЦНС И вот таким образом У человека Возникают На этом фоне Общим Комплексным Тревожно-стенические Депрессивные Когнитивные Нарушения Что нам С этим Всем делать Как Это лечить Здесь Подход Как бы В настоящее Время Называется Репозиционирование Лекарственных Препаратов Что это значит Так как Создание Новых Этиотропных Препаратов Это длительный Многолетний Процесс У нас Времени На это нет Поэтому Мы используем Умеющиеся Препараты Под новые Цели Вот этот Процесс Называется Репозиционирование То есть Понятно Что препараты Берутся Не от Не случайным Образом А учитывается Их механизм Действия Применяется Для текущей Ситуации И как бы Используются Препараты По новым Показаниям Здесь Как бы Сразу На арену Вышли Антидепрессанты Которые Показали В исследованиях Опубликованных Прямо Буквально Сразу Там В 20-м Году В 21-м Ряд Публикаций Был Что Антидепрессанты Существенно Снижают Риск Вероятность Смерти Вероятность Попадания На ИВЛ В реанимацию До 30% Тех пациентов Кто их принимал Было масса Исследований На эту На эту тему Ну В общем-то Антидепрессанты Хорошие вещи Хорошие Препараты Ну Терапевты Насначать их Не могут И как правило Ну и это правильно Антидепрессанты Должен означать Психиатр Все пациенты Напрямую Не могут Попасть К психиатру И Как бы Здесь вот Статья Подтверждающая Проблемы Которые возникают При назначении Антидепрессантов Во-первых Это взаимодействие С другими Препаратами Которые Повышают Риск Гипогликемии Или Возникает Риск Повышения Давления Во-вторых Антидепрессанты Сами все Вызывают Массу Побочных Эффектов Их очень сложно Начинать Принимать Заходить На эту терапию И пациенты Сложно Это все Воспринимают Это такой Процесс Не особо Приятный Поэтому Что можно Как бы Как решается Этот вопрос Есть безусловно Много Групп препаратов Которые Потенциально Рассматриваются Как препараты Для лечения Постковидного Синдрома Но Наиболее Интересная Группа Препаратов Это Так называемые Сигма Одиногонисты Леганды Сигма Рецепторов Они Действуют На тревогу Депрессию Нейропротекция Обладают Антиоксидантным И противовоспалительным Эффектом Поэтому Мы сосредоточимся На таких Препаратах Интерес к Сигма Рецепторам Возник давно Когда Еще в начале 2000-х годов Стали писать Что эти Сигма Рецепторы Имеют отношение К депрессии К тревоге К когнитивным нарушениям И сейчас во время ковида Этот интерес Активизировался Вот одна статья Здесь посвящена Вообще Потенциальной возможности Использования Сигма Рецепторов При ковиде Другая статья Говорит О роли Сигма Рецепторов В Повреждении Клеток При ковиде В их Возможности Использования Этих Препаратов Что такое Сигма Рецептор Это не типичный Рецептор Как мы обычно Привыкли Расположенный На поверхности клетки Это такой белок Который находится В цитоплазме В цитоплазматическом Ретикулуме Это не типичный Белок Он называется Шопероном И его шоперонная Функция заключается В том Что во время Эндоплазматического Стресса Который возникает При воздействии Вируса Например на клетку Он его предотвращает Предотвращает Каким образом Тем что Его основная функция Это правильно Складировать Правильно Укладывать белки То есть Восстанавливать Нормальную белковую Структуру То есть Как бы В конечном итоге Это приводит В клетках головного мозга К нейрозащите То есть Его такая функция Защитная В нашей ситуации Агонистов Сигма-1 Рецепторов На самом деле Немало Это опять же Вот эти Антидепрессанты Фловоксамин В первую очередь Один из самых Сильных агонистов И тут тоже Прям был большой Большой Хайп Как сейчас модно Говорит Что Афеварин Это торговое название Фловоксамина Прям супер препарат И сейчас Действительно Идет много Исследований По этому поводу И прям вот он помогает При ковиде Его назначают Многим пациентам Но опять же Это антидепрессант Это сложности С его назначением Сложности С его переносимостью И те дозировки Которые В общем-то Проявляют Воздействие На сигмарецепторы Они достаточно большие Там Порядка 300 миллиграмм В случае Феварина Флоксетин Это тоже антидепрессант Депенезил Это против Дементный препарат И вот препарат Фабазол Это отечественный препарат Отечественный анксиолитик Который Как бы Вот Интересен Чем Своим влиянием Во-первых На сигма Один рецептор Кроме того В его Механизме действия Есть влияние На мелатониновые Рецепторы И он таким Является Легким ингибитором Моноаминоксидазы То есть такое как бы Подразумевается Антидепрессивное действие Но Не будем пока про это И потенциально Потенциально То есть это слад Потенциально Естественных исследований Пока нет на эту тему Афабазол И при ковиде Может Какой играть Роли Воздействие на Сигма-1 рецептор Как бы Запускается Ремонтный комплект Нейрона Восстанавливается Чувствительность Ганг бензодиазепинного Рецептора В нервных клетках И таким образом Процессы возбуждения Гасятся Также тормозится Избыточное Восвобождение Глутамата Который Повреждающим Действием обладает Мелатониновые Рецепторы Способствуют Нормализации Циркадных ритмов И также Тормозят Нейровоспаление За счет Антиоксидантной Активности Вот это свойство Нейропротекции У афобазола Оно Доказано Инвитро Вот на этом слайде Мы видим Такой Интересный Слайд Который Красным цветом Показаны Погибшие клетки Вот здесь Уголок Это контроль Когда погибших клеток Мало Здесь Вот на этом Слайде Вводится Амилоид Амилоидный белок Который Вызывает Гибель клеток Вот их много Красных Здесь вот Афобазол Который Вот Гибели нету клеток При участии Афобазола Но самый интересный Слайд Это вот Когда вводится И амилоид И афобазол В культуру Нейроклеток Мы видим Что На фоне Афобазола Амилоид Не вызывает Гибель клеток Вот Аналогичный Препарат Обладающий Тоже вроде бы Срастом Ксигма Рецепторов Другой ДТГ Вот Агент Он такой Нейропротекции Не оказывает В отличие от Афобазола Вот здесь Вот похожее Исследование Только Уменьшение Гибели Нейрональных Клеток Сравнивается За счет За счет Экспрессии Антиапаптетического Белка Здесь тоже Зеленым И синим Показано Что синие Клеточки В случае Афобазола И Будем подробно Вот эти Обсуждать Слайды Они такие Очень Подробно По каждому Веществу Но здесь Показано Что Афобазол Обладает Обладает Защитным Действием От Ишемии То есть Клетки Во время Ишемии Не гибнут На протяжении 24 И далее Часов В общем-то Активация Микрогли Тоже Обобщающий Слайд Это такая Воспалительная Реакция Афобазол Предотвращает Активацию Этой Микрогли Ну Наконец-то Мы от такой Научной части Тяжелой Перейдем К клинической Самой интересной В общем-то Афобазол Это Анксиолит Который Обладает Противотревожным Антиастеническим Прокогнитивным Вегетонормализующим И нейропротективным Действием Что для нас Как бы Вот для тех Жалоб Как ключ к замку Подходит Переносимость Его очень хорошая Побочных эффектов Нет То есть Врач Который Там Абсолютно Любой Может его назначить Не беспокоит Что будут Какие-то побочные Эффекты Как например Случай Антидепрессантов То есть Действие его Достаточно Мягкое Оно невыраженное Несильное Но мягкое Ну вот Было Такое Покажу Клинические исследования Которые мы Проводили В институте Это Пациенты С тогенерализованным Тревожным Расстройством И астеническим Расстройством В сравнении С диазепамом На этих графиках Показано Что Афобазол Обладает По шкале Тревоги Гамильтона В пользу Афобазола Идет сравнение По сравнению С диазепамом Когнитивные функции Лучше В случае Афобазола Восстанавливается Уходит Когнитивные нарушения Депрессивное настроение Тоже уходит Лучше В случае Афобазола И вот Соматические симптомы Которые Как бы Очень важны При Ковиде Как раз Тоже Редуцируется Быстрее Чем При Традиционных Анксиолитиках В 2013 Году Афобазол Был признан Экспертами ВОЗ И ему Было Выдано Международное Название Фабоматизол Сейчас Он Входит В Новые Клинические Рекомендации По ГТР И Это Тоже Эффекты Посредственные Показания К его применению Следующие Тревожные Расстройства Неврастения Расстройства Адаптации Нарушение Сна Алкогольный Абстинентный Синдром Это Из официальной Инструкции Казани Нейроцинкоколицеркуляторная Дистония Конечно Хотелось бы сюда Добавить и Постковидный Синдром В настоящее время Выпущена Новая Лекарственная Форма Ретард Которая Удобна Тем Что Применяется В течение Суток Один раз И Это Повышает Комплоентность Пациента Облегчает Применение Но Мы пока не можем Добавить В инструкцию Это новое Показание Постковидный Синдром Но Планируется Это сделать В настоящее время Создан нами Протокол Совместно С фирмой Производящей Этот препарат Который Планирует Такое Постковидное Исследование У этих пациентов Будет применяться Афобазол Для уменьшения Тревоги Астении И Купирование Таких Когнитивных Нарушений Протокол Утвержден Нездравом 14 октября Вот это Исследование Будет называться Аксель И оно С 1 декабря Стартует Своим набором Пациентов Поэтому Это Обоснованные Рекомендации Про которые Я рассказывала Надеюсь Что и клиническое Исследование Даст нам Какой-то Интересный Результат Так что Спасибо За внимание Если будут Какие-то вопросы Готова Ответить Спасибо Сейчас Тут Вопросы Появились Я К сожалению Работаю На 2 станка Потому что У меня Одновременно Идет Конференция На съезде Терапевтов Я там Должен был Начать Сессию Но там Упал Сайт Поэтому Непонятно Вообще Насколько Там Все Откроется Вот Поэтому Я не все Слышал Что вы Произносили Но вот Вопрос Тут Возник Каждый раз Слышу Про прямое Повреждение Видимо Головного мозга Но у вас Сообщество Был Был Где-то Где-то Это Опровергается Внизите Пожалуйста Ясность Знаете Вот Я Вообще Это не первый Доклад Читаю У меня Есть Слайд Но Его сюда Невозможно Загрузить Есть Слайд Который Показывает Прямое Воздействие На головной Мозг Естественно Это дискутабельный Вопрос Естественно Но Существует Несколько Путей Проникновения В головной Мозг Первый Это По альфакторному Пути Когда Медленно Но верно Вирус Доходит До головного Мозга Потом Есть Как бы Нарушение За счет Того Что Иммунные Клетки Помогают Как бы Вирусу Как троянский Кони Пройти Через Гемотенцифалический Барьер И Даже По нервным По нервным Которые Ну там По лицевому Нерву По Еще По остальным То есть Это медленный Путь Как бы Который Не реализуется Не сразу Но такое есть Почему там Допустим А на смену Ступает не сразу Почему Возникает Там слабость Возникает Тоже Там бывает Не сразу А потом Потому что Пока там Этот вирус Доберется Медленно Он как бы Вот как раз Приступает К работе В ЦНС Отсроченно Ну я должен Огорчить вас Ни одного Доказательства Повреждения Вирусом Нервной ткани Не существует Мы очень внимательно Отслеживаем Эту тему Только что Выступал у нас Подморфолог С прекрасными Слайдами Нет Повреждения Есть повреждения Действительно Микроглии О чем вы говорили Но микроглии Не является Нервной тканью И никакого Поступления Вируса Через Обонятельный нерв Тоже не существует Повреждения Нерва Обонятельного Не существует Там опять же Повреждения Околонервных Тканей Это иммунные Процессы Безусловно Но они не касаются Нервной системы В основном Все повреждения Сводятся к тромбоваскулиту К повреждению Сосудов Микрососудов Макрофагов Микроглии Как вы знаете Это макрофагальная система Вот Поэтому Вирус Не тропен К нервной системе Абсолютно Это правда Ничего не значит Потому что Патология остается Патология связанная С воскулитами С повреждениями Тромбоваскулита Головного мозга Достаточно Так сказать Места для того Чтобы развернуться Всем тем Проявлениям О которых вы говорили Так Как долго назначать Афобазол При постковидном Синдроме Ну вот Обычный прием Афобазола Рекомендуется Не менее 21 дня Можно принимать И более длительно В инструкции Ну я не думаю Ну я не думаю Что длительный Постковидный Синдром За 21 день Решится Какая-то там Проблема Но нужно Вот опять же Это смотреть Отсматривать Пациента И в зависимости От Редукции Астенической Симптоматики Такой тревожной Назначать Как раз Вот этот срок Смотреть По ситуации То есть Ну два месяца Если вы будете Назначить Тоже не страшно Значит Я так понимаю Что вы не читали Рекомендации При панических Атаках При панических Атаках Вы меня слышите? Да Да Слушаю Вы рекомендации МГНОТа Не читали По постковидному Синдрому Видимо Нет Значит У нас Эффективность Нашей терапии 75% За две недели При постковидном Синдроме У нас идет Очень быстрая Редукция Всей симптоматики Включая То о чем Вы говорили На фоне Применения Антикоагулянтов Вот Поэтому Афобазол Здесь как Сопутствующая Терапия Безусловно Может быть Но Основная терапия Базовая терапия Это антикоагулянтная терапия Ну Вот как бы Пациенты Разные бывают Ну Это разговор Хороший Но у вас Их сколько Прошло Вы их Сколько Видели Я работаю Врачом Просто через Наши веки Прошло Около Тысячи Больных С постковидным Синдромом И мы Цифры свои Так сказать Убежденно Отстаиваем На тысячи Пациентов Честное слово Мы можем Отчет Я же с вами Не спорю Я же как бы Конечно Мы говорим Про эмоциональные Нарушения Которые В общем-то Имеют место Быть здесь И противотревожный Препарат Как бы Для этого Как бы Совершенно Не помешает Это не обсуждается Да Эта часть Не обсуждается Я просто Тут тем более Вот вопрос Про панические Атаки При панических Атаках Фабазол Не помогает То есть Есть Исследования Которые Показывают Такую Ну Низкую Эффективность Фабазола При панических Атаках Здесь назначаются Препараты Серотонинергического Действия Это антидепрессанты Ну Вот Как бы Это препараты Первых Первой линии При панических Атаках Ну Вот Цинк Ну Тут кто-то пишет Что при панических Атаках Показана Психотерапия Только с ее помощью Можно выявить Причины Атак Полностью Устранить Я боюсь Что полностью Устранить Атаки Довольно Трудно И выявить Причины Вот Психотропный Препарат Способный Лишь ослабить Симптомы Но не устранить Причину Мне кажется Что это Такое Заявление Несколько Громогласное Скажем так Нет Не согласна Не согласна Я как бы Паническими Атаками Занимаюсь И Лечатся Панические Атаки Прекрасно Антидепрессантами Безусловно Нужна Поповеденческая Терапия Но Панические Атаки Они бывают Часто В структуре Разных Заболеваний Они часто Коморбидной Депрессии Они часто Бывают В ромках Эпохондрического Расстройства Это вот Что такое Паническая Атака Это какой-то Вегетативный Симптомокомплекс Который Человек Испытывает И испытывает При этом Страх В данный Момент Это Это называется Паническая Атака А за этим Дальше Врач разбирается И Как бы Ставится диагноз Например Там Эпохондрическое Расстройство Саматоформное Расстройство Панические Атаки Это вот Просто Симптом А дальше В данном Случа Написано Что Нужна Только Психотерапия Именно Против этого Я И возражаю Что Психотерапия Я тоже Этому Возражаю Потому что Психологи Которые Часто с нами Работают Они отправляют Таких пациентов Психиатр Потому что Часто сами Не справляются Квалифицированные Хорошие Психологи Ну хорошо Так тут Это самое Пациентка Переболела Ковидом Год назад Обратилась С болями По ходу Тройничного Нерва И лицевого Нерва Сонировала Ротовую полость Боли очень размыты Сохраняются Очень впечатлительная Пациентка Думаю Есть в психиатре Что делать Не могу Точно поставить Диагноз Ну Отправьте К психиатру Психиатр Посмотрит Поговорит На предмет Депрессивного Расстройства То что я говорила Потому что Ковид Он не только Как бы Новые какие-то вещи У пациентов Усугубляет Он усугубляет Он проявляет Ту патологию Которая есть Зачастую То есть Допустим Человек страдал Депрессивными расстройствами А это Протекает Уже Как бы Более тяжело Отправьте К психиатру Это мне кажется Самое хорошее решение Ну самое хорошее решение Назначить антикоагулянты На две недели Посмотреть что будет Потому что Это все проявление Тромбоваскулита О чем я уже Только что сказал Все эти болевые маски Постковидного синдрома И они довольно хорошо Уходят На антикоагулянтах Потому что там В основе Другие механизмы Лежат Не повреждение Тройничного нерва А повреждение Центральных Механизмов Алгических Вот Так Ну ладно Тут Препараты Ну сейчас Мы будем Тут спорить Ладно Хорошо Тогда давайте Мы на этом Поблагодарим Ольгу Анатольевну Продолжение следует